Давайте проверим, у нас же Ugreen славится тем, что они официально продают кабели сертификации MFI. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле, есть ли здесь чип MFI. Давайте посмотрим. Всем привет, друзья! Привет всем автомобилистам, привет всем шкодоводам! Сегодня видео необычное, не просто обзор, а сравнение вот таких двух зарядных устройств. Хотя даже я не знаю, как правильно их лучше назвать, зарядные устройства, либо это адаптеры. Ну, короче говоря, это то, что мы вставляем в прикурители и через которое мы заряжаем свои смартфоны, айпады. Прошу заметить, что оба эти адаптера зарядного устройства имеют на борту стандарт Quick Charge 3.0, ну а также Power Delivery, который необходим для техники Apple. Эти два зарядных устройства, адаптеры, я приобрел и хочу выбрать лучшие. Лучшие не только для смартфона, но и для вот такого держателя автоматического. Он с беспроводной зарядкой. Кстати, кто не смотрел обзор вот на это крепление, которое, кстати, я доработал и скоро будет обзор по этой доработке, то ссылочка будет здесь наверху, либо внизу в описании под видео на этот обзор. Ну, а мы, так сказать, сейчас потестируем оба этих зарядных устройства. Ну, а вы, дорогие зрители, оставьте в комментариях свое мнение, что же лучше выбрать. Вот такой вот Ugreen в металлическом корпусе, ну или его чуть попроще, Baseus в пластике, но он немножко короче. Начнем с Ugreen. Насколько я помню, я здесь заказывал помимо самого адаптера еще и кабель. Здесь у нас, как всегда, Ugreen слайд с тем, что кладут такие вот хлястики. Прикольная тема, спасибо. Непонятная реклама. Итак, как мы уже заметили, это у нас кабель Ugreen с сертификатом MFI, который мы с вами проверим вот на этом программаторе, так что будет интересно. И следующая посылка у нас Baseus. Baseus они решили сэкономить, просто в обычном фирменном пакете, без коробочки. Ну, он вот такой компактный. Здесь выход USB-A и Type-C. Ну, и краткая инструкция. На китайском языке, иероглифы. Ну, и на английском. Для кому это интересно, можете остановить на паузе и почитать. Ну, а мы это делать не будем. Мы сейчас будем все это тестировать. Так, Baseus у нас так окутан в такую пленочку. Давайте мы ее снимем. Она здесь не нужна. Слушайте, она такая компактная. Кому интересно, надписи, которые здесь на самом адаптере, то можете на паузе посмотреть. Напоминаю, что он имеет, значит, вход 12 и 24 вольта, то есть можно и в грузовиках его использовать. Выход у нас 5 вольт до 4,5 ампер, а также 9 вольт до 3 ампер, 12 вольт до 2,5 ампер. То есть здесь Quick Charge 3.0, я так полагаю, и Power Delivery. Мы это проверим. Ugreen. Ugreen запаковано. Так, что у нас на коробке Ugreen? Power Delivery. Вход также 12 вольт и 24 вольта, то есть для грузовиков тоже подойдет. Выход, значит, USB-A. 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера максимально и 12 вольт 1,5 ампера. USB-C. Выход 5 вольт 3 ампера также, 9 вольт 2,2 ампера и 12 вольт 1,6, ну, 1,67 ампера. Ну что, посмотрим, что лучше. Здесь нас встречает инструкция на английском языке. Ух ты, смотрите-ка, здесь даже русский завезли. Вот это да, этот поворот. Кому интересно, на паузе можете почитать. Вот он, русский язык. Ну, остальное здесь иерогифы, китайские, мне еще не понятно. Да и более надо. Ух ты, смотрите-ка, как он презентабельно выглядит. Якобы из металла. Ну, это понятно, что это не металл, а пластик. А может, это металл. Слушайте, вот это металл. Такое ощущение, что металл. А может, пластик. Ну, выглядит замечательно. Также USB-A и Type-C по длине, ну, буквально на чуть-чуть Ugreen длиннее. Имейте это в виду. То есть база, как вы видите, 40 миллиметров, то есть 4 сантиметра. То есть я пипку саму не мерю, имейте в виду. Мы же когда вставляем, она углубляется, ее не видно. Поэтому меряем саму длину корпуса, 4 сантиметра. У Ugreen она чуть длиннее. 49. То есть примерно на один сантиметр она длиннее. Имейте это в виду. Ну и, наверное, многие ждут кабель. Давайте проверим. У нас же Ugreen славится тем, что они официально продают кабель с сертификацией MFI. Mail for Apple. iPhone. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Вот такой замечательный кабель. Он в оплетке, как можно заметить. С одной стороны у нас USB-C, с другой стороны у нас Lighting. Ну что, проверим? Итак, программатор. Питаем питание. Выбираем кабель. Ну и самое главное, есть ли здесь чип MFI. Давайте посмотрим. Да. Видите? MFI. Можно также посмотреть сопротивление. кабель с оригинальным чипом MFI. Отлично. Ну что, переходим к тесту самих адаптеров. Итак, перед нами блок питания лабораторный. Я на нем уже выставил 14,5 Вольт. Я думаю, достаточно. Стоит максимальная сила тока. До 10 Ампер может раскачивать. И, как можно заметить, к нему подключено вот такое вот у меня гнездо прикуривателя. Для удобства. Ну что, давайте начнем, наверное, с базеуса. подключаем. Сразу говорю, здесь у нас будет напряжение. Здесь у нас сила тока на входе. На входе этого адаптера, который мы будем подключать. Ну а третья строчка, это у нас мощность в ваттах. Давайте посмотрим, что у нас на выходе. 5 Вольт. Замечательно. Давайте нагрузим. Мы также замечаем, мы говорим, что вы можете смотреть туда. Это у нас то, что на входе. То, что у нас приходит на адаптер, а то, что выходит, это вот здесь значение. То есть, 5 Вольт. Сейчас у нас уже 1,3 Ампера. 1,5 Ампера. 2 Ампера. 2,5 Ампера. 3 Ампера. Ну все, больше у меня уже нагрузка не может. В принципе, замечательно. На 5 Ампера, 3 Ампера. 3,2 Ампера даже выдает. Просто замечательно. Давайте мы попробуем сюда вставить триггер Q-Charge 3.0 и тем самым 9 Вольт. Давайте посмотрим, что у нас на 9 Вольтах будет. 1 Ампера. 2 Ампера. Ну то есть, допустим, для той же самой беспроводной зарядки в автомобиле это уже самое то. 9 Вольт, 2 Ампера. Для Айфона, я имею ввиду. Конечно, для Андроида нужно и больше. они могут питаться и на более-большей токе. Ну, смотрите, 9 Вольт, 3 Ампера максимально. Замечательно. Окей, давайте переключимся на 12 Вольт, посмотрим, что там у нас по нагрузке. Переключаемся. 12 Вольт. Давайте здесь смотреть. 1 Ампера, 1,5 Ампера. 3 Ампера. Все, вот дальше никак. В принципе, отлично. Ну что, давайте теперь подключимся к Type-C выходу. Включаемся сюда. Включаемся. 5 Вольт. Посмотрим, есть ли пара в Деривере. Давайте переключимся. 9 Вольт, 12 Вольт. Ну, 14 Вольт. Давайте посмотрим, что у нас под нагрузкой. 2 Ампера, 3 Ампера. Все, дальше никак. Замечательно. Так, давайте переключимся теперь на следующий предел. Напоминаю, это мы тестируем выход Type-C. 2 Ампера. Ну, смотрите, ну, тоже самое зарядка, беспроводная, она уже отлично себя будет вести даже на этом выходе. 3 Ампера на 9 Вольтах. Замечательно. Включаемся на следующий предел. 12 Вольт. Ну, это, кажется, для Айфона это уже бесполезно для беспроводной зарядки, но для Android телефонов это актуально. 2 Ампера. 3 Ампера. Ну, что, переключимся на следующий предел. Попробуем. 14 Вольт. 2 Ампера. Все. В защиту ушел. Ну, что, замечательно. Базеус показал себе хорошо. на это был выход Type-C. Ну, а теперь мы потестируем Ugreen. Подключаемся. в глубине где-то там голубенький светодиод светится. для начала давайте посмотрим, что у нас на выходе. Без нагрузки у нас 5 Вольт нормальные. Давайте нагрузим 5 Вольт. 2,5 Ампера. 3 Ампера. Дальше не идет все нагрузка. Нормально. По 5 Ампера тащит все 3 Ампера. Так, триггерам теперь переключимся на следующий предел. Так, триггер возьмем который у нас Quick Charge 3.0 Включаемся. Так, мы здесь еще не переключились с предыдущего адаптера. Давайте переключимся на 5 Вольт. Так, на 5 Вольт мы только что тестировали. Давайте переключимся на следующий предел 9 Вольт. Посмотрим, что здесь у нас у Югрина. Напоминаю, подключу сейчас Югрин. Полтора ампера. 2 Ампера. 2,5 Ампера. Защита ушел. То есть 2,3 Ампера и все. Дальше он защита уходит. Так, так, так. Значит, на 9 Вольт он чуть послабее, чем у Базеус. Ну что, давайте переключимся на 12 Вольт в предел. Посмотрим, что там творится. 12 Вольт. 1,5 Ампера. Опа, все. Защита уходит. Ну то есть 1,5 Ампера на 12 Вольтах. 1,6 даже. 1,7 1,8 все. Уходит защиту. Это максимальный ток, который можно выжать на 12 Вольтах. Все. Ну что же, давайте посмотрим, потестируем выход Type-C у Югрина. Что там? Подключаемся триггером к Югрину. Ну и к выходу нашу нагрузочку с тестером. Посмотрим, что у нас тут покажет. Так, 5 Вольт. Давайте нагружать 5 Вольт. Выход Type-C. Адаптер Югрин. 2 Ампера. 2,5 3 Ампера. Ну что ж, 5 Вольтовый отлично себя держит. 3 Ампера стабильно. Замечательно. Давайте переключимся в следующий предел. 9 Вольт на Type-C. Так, разгоняем. 1 Ампер. 1,5 Ампера. 2 Ампера. Ну, давай, 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 давай. Не, до 3 мы не дотянем. Увы. До 3 мы не дотянем. 2,5 Ампера где-то на 9 Вольтах. Так что, вот так вот. Ну, и давайте посмотрим следующий предел. А именно, предел 12 Вольт. Нагрузка значит, 0,5 А. 1 А. Полтора Ампера. Давай, давай, 2 Ампера. Все. 2 Ампера максимум. Больше он не вытягивает. Все. 9 Вольт 12, 5. Так что, так вот. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы сделали свой выбор и оставили свое мнение в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Естественно, ссылочки на оба этих адаптера я оставлю в описании под видео. А вы не забывайте подписываться на мой канал. В моем канале много чего интересного. Вот такого, вот такого автомобильного и не только. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых видео. Пока-пока. Как там говорится, всем влак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok